Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев и это проект Joomla Sensei 27 урок мы продолжаем с вами настраивать шаблон и давайте с вами посмотрим как устроен у нас модуль авторизации вот видите логин и пароль очень симпатично здесь выглядит вверху до горизонтально то есть если мы здесь введем логин и пароль его тут маленькая стрелочка да это если нам нужно войти потом вот эти вот рассмотрим ссылки как выведены и у нас здесь еще есть такая видите плитка это у нас canvas меню то есть это меню для мобильных устройств когда человек зайдет с мобильного телефона у нас вот это основное меню не будет показываться будет дублироваться оно вот здесь ну или же здесь можно вывести какое-то другое меню и так давайте сначала логин и пароль и вот эти вот ссылки значит мы с вами уже начали немножко понимать как определить в быстром старте где находятся у нас модульные позиции давайте то же самое сейчас и проделаем переходим в админку квик старта так я сейчас сделаю как будет выглядеть когда вы зайдете смотрите переходим менеджер модулей я напоминаю это расширение менеджер модулей так мы сюда зашли а здесь в админке быстрого старта мы опять же подставляем в адресной строке вопрос тп равно единица и смотрим что здесь написано позиция видите вот топ бар 2 называется и видно что под этой позиции скорее всего у нас располагается вот этот модуль входа да мы заходим менеджер модулей и его здесь вот сортирую выбрать позиции и ищем наш модуль топ бар 2 кликаем по нему и у нас автоматически здесь сортируется да и видим мы что у нас здесь в этой же модульной позиции идет какой-то html код модуль мы с вами его проходили значит там какой-то код я уже как бы рассматривал это я вам сразу скажу там вывели вот это вот канвас меню мы чуть позже его затронем видно что здесь логин видно что есть вход на сайт используется здесь стандартный модуль от joomla вход на сайт если мы зайдем мы посмотрим что здесь обычный модуль входа и так мы переходим сейчас на наш рабочий сайт заходим в админку и также переходим расширение менеджер модулей мы ищем наш модуль входа он у нас включен видите на позиции 7 еще на старом шаблоне вот этот протастар да он нас включен мы заходим нам нужно только изменить позицию модульную позицию ищем топ бар 2 нажимаем сохранить да не забываем показать заголовок мы здесь его скроем там его потому что нет и нажимаем сохранить обновляем нашу страницу нашего главного сайта и и мы видим что у нас абсолютно тоже также выставился модуль логин и входа да вот админ пароль кликаем на эту стрелочку и вы видите да здравствуйте федор и есть кнопочка выхода видите да у нас только здесь меню кое-что произошло видите у нас же одно меню скрыто для пользователей длинное название так что здесь имейте ввиду видите контакты здесь перенеслись здесь надо сократить заголовок вот этого пункта меню возможно у вас такого пункта меню даже не да короче если у вас такая ситуация здесь нужно просто сократить заголовок это я вам напоминаю этот пункт меню появился потому что он был скрыт от гостей у него права стоят чтобы вы видели зарегистрированные пользователи я пока просто нажму выход чтобы нам всю картину это не портила позиция топ-бар 1 что это такое у нас вот здесь телефон email в общем контакты да опять идем в админку быстрого старта и выбираем топ-бар 1 позицию здесь у нас аж три вида позиции и тип html код у всех трех модулей до заходим в верхней топ-бар это не то какой-то текст идет закрываем заходим в этот и вот вы видите да здесь идут иконки вот если мы кликнем исходный код и я уже смотрел и вот я сначала думал что это какие-нибудь иконки которые идут например в типографии вместе с шаблоном а потом вот вижу здесь написано имидж путь до картинки видите модуль из и у нас идет картинка png либо картинки отсюда можно скачать либо какие-то свои может быть у вас вообще будет что-то другое я вам сейчас покажу как можно быстро отредактировать вот вставить это все к себе а потом отредактировать например данные на свои вы также кликайте исходный код и целиком аккуратненько все это дело вы копируете переходим в админку нашего рабочего сайта и создаем html модуль кликаем создать html код кликаем здесь html также код сейчас будем разбираться с этим кликаем сюда и вот вы видите да у нас показ вот такие иконки потому что путь прописан к изображением а изображение нет ничего страшного здесь мы как называем контакты чтобы не потерять заголовок скрыть позиция ищем то бар один у нас и смотрите нужно заглянуть еще в админку быстрого старта и перейти вот на это дополнительные параметры и каждый модуль вы не забывайте просматривать здесь иногда подставляется суффикс css класса модуля то есть от шаблона здесь может быть что-то прописано в данном случае у нас ничего не прописано это вот может повлиять на именно отображение модуля то есть внешнего вида иногда бывает такое что вы вроде бы все настройки выставили как в быстром старте все установили а модуль выглядит иначе не как в быстром старте вот это как раз суффикс класса скорее всего здесь что-то прописано мы еще с вами этого коснемся у нас будут там модульные позиции где прописан суффикс класса там ничего сложного нет вы просто отсюда скопируете с быстрого старта все что написано вот в этом поле и вставите свой модуль на своем сайте в админке и так с иконками давайте здесь кликнем изображение кликаем вот здесь папка модулис и видим вот эти вот иконочки да мы сейчас просто повторяем на своем сайте полную копию нашего быстрого старта это нужно для того чтобы у нас отложилась голове информация чтобы мы знали потом дальше как это все редактировать пока мы учимся мы пока просто копируем поэтому мы берем эти же иконки также на компьютер себе скачивайте их я все три скачал закрываем идем значит в админку нашего рабочего сайта и смотрите что мы делаем мы кликаем изображение и давайте в общую вот так кучу закинем наше изображение три штуки и загрузить у нас иконки все равно не будет отображаться потому что там другой путь нам нужно только путь прописать сейчас я уберу здесь вот это значение чтобы мы видели первая иконка эта карта здесь вообще текст ссылки знаете здесь ведет на карту на страницу контактов это делать в принципе не обязательно как ссылки делать вы умеете мы просто напишем здесь что-то свое какой-то текст телефон а уже делать их ссылками или нет это уже ваша как бы идея нужно если вам то вы можете уже сюда повесить например страницу контактов да как ссылки вешать я вас уже учил это значок обозначает карту поэтому мы его первым и закинем смотрите мы его здесь находим кликаем по нему и вот здесь вот ниже когда мы по нему кликнем адрес url изображения прописывается наш адрес мы целиком копируем это все идем исходный код соответственно вот идет начало кода и заканчивается вот здесь то есть это одна одна ссылка да и вот он путь имидж из png то есть неправильный путь мы его удаляем вставляем наши нажимаем ok и тут же вы видите уже в режиме редактирования иконочка появилась до делаем то же самое изображение следующий у нас идет письмо кликаем по нему копируем путь опять исходный код и у нас 2 2 изображение это здесь аккуратненько выделяем не удалите кавычки иначе вас разрушится эта конструкция не будет показывать изображение и третье изображение копируем третье изображение у нас вот здесь конечно все что сейчас я делаю это можно просто вот так прописать без кода всякого до код пишется автоматически когда мы в редакторе с вами работаем мы можем просто загрузить изображение это видно что точки видите это у нас список маркированный все это мы могли сделать сами ну и прямо отсюда вы можете например выделяем и меняем на свой email а уже делать это ссылка или нет это уже как бы вы сами смотрите здесь телефону я допустим оставлю но ссылку уберу ну и карта например напишу просто карта нажимаем сохранить идем на сайт и обновляем страницу и вы видите у нас все то же самое получается да так теперь давайте реализуем вот эту плитку canvas меню до переходе в админку быстрого старта это у нас была позиция топ bar 2 вот видите вот это вот html код заходим внутрь здесь как будто бы ничего нет но если мы кликнем исходный код то нам нужно скопировать вот эту строчку не закрываем страницу админки быстрого старта идем в админку нашего рабочего сайта и создаем html модуль еще раз вставляем также исходный код называем как-нибудь ему по-своему заголовок скрываем позицию выбираем так идем в админку быстрого старта переходим дополнительные параметры и вот о чем я говорил видите суффикс ss класса модуля здесь есть какой-то параметр эти параметры вообще они все прописаны в демо шаблона то есть в демонстрации шаблона там надо просто посмотреть все эти параметры должны быть указаны ну так как мы сейчас просто копируем мы можем просто скопировать это дело с быстрого старта вставляем сюда и сохранить после сохранения модуля может произойти вот чего несмотря то что мы отключали фильтрацию у меня код этот все равно режется вот чтобы быстро это решить позже я вам все равно покажу классный плагин который избавляет от головной боли от этой защиты джума которые нам все портит да и мешает работать позже я вам покажу но сейчас быстро если у вас тоже самое и обрезался код переходим систему общие настройки временно отключим редактор без него резаться код не будет заходим общие настройки с вкладка сайт редактор по умолчанию выбираем без редактора сохранить закрыть переходим наш менеджер модулей заходим наше меню mobile и теперь здесь код не режется если он у вас исчез то опять скопируйте его с быстрого старта до сохраняем его еще раз обновляем страницу и видим нас появилась плитка да но она отличается от плитки быстрого старта и не работает и чтобы у нас заработал of canvas вот это выезжающее меню нам нужно пройти в настройки шаблона потому что это настраивается там и по умолчанию это настройка of canvas она отключена переходим расширение менеджер шаблонов заходим на шаблон кликаем basic settings настройки прокручиваем и находим раздел видите of canvas видите of canvas сайт бар он нас по умолчанию выключен enable это включить и какие есть параметры еще у этого меню of canvas ширина вот этой выезжающей плашечки 300 пикселей здесь вы можете управлять меньше больше выставить и где выезжает справа или слева выбор давайте оставим пока так сохранить обновляем сайт и вы видите что плитка стала выглядеть так же как и на быстром старте кликаем и вот у нас выезжает уже эта панелька по крестику можем закрыть сюда нам нужно будет только назначить какие-то модули до меню например вообще вот эта позиция of canvas до называется и сюда мы можем также любой модуль повесить хоть например html код с видеороликом youtube понимаете да давайте попробуем сделать слева и посмотрим как это работает обновляю страницу иконочка остается также справа но выезжать должно слева кликаю и вы видите если вам удобнее слева чтобы выезжал это меню выезжает слева так и в быстром старте если мы будем просматривать позиции модулей кликаем по плитке и видим видите позиция of canvas вот of canvas копируйте закрываем наш шаблон это админка рабочего сайта да и переходим менеджер модулей мы включим наше меню которое у нас было раньше по умолчанию помните майн меню позиция 7 мы его выключали заходим теперь туда мы его выведем сейчас в of canvas меню у нас будет как бы два меню но это будет для мобильных версий для мобильного телефона мы его включаем и позицию вы скопировать должны были от of canvas в поле поиска и enter чтобы здесь было написано of canvas мы его включили нажимаем сохранить да и заголовок не забываем скрыть он нам там не понадобится сохраняемся переходим на сайт и обновляемся так кликаем по плитке и вы видите да у нас приспокойненько вылазит меню тоже с иконками то есть мы можем пользоваться этим меню выходим и нас перебрасывает также на контакты также как и это меню но обратите внимание у нас меню выглядит по-другому в быстром старте нежели здесь у нас да в чем в чем загвоздка переходим в админку быстрого старта заходим менеджер модулей и сортируем по позиции of canvas как я и говорил можно вывести разные модули в эту позицию видите у всех of canvas заходим майн меню здесь такое же меню родное от jumla и заходим в дополнительные параметры и видите суффикс класса blank ms может быть это он и дает такой стиль отображения копируем его переходим в админку нашего рабочего сайта в менеджер модулей и в майн меню до дополнительные параметры из суффикс класса вставляем этот параметр сохраняемся обновляю страницу и вот видите у нас тоже самое единственным и иконки я здесь проставлял если они вам не нужны в меню их удалите отсюда они не исчезнут потому что это два разных меню здесь с иконками также сможете симпатично кстати так давайте я верну на место мне больше нравится справа of canvas меню захожу в шаблон и сделаю также справа все урок получился длинный на этом мы с вами остановимся и увидимся в следующем уроке позвольте подарить вам подарок если вы только начинаете свой путь жума или вы уже матерый веб-мастер вы рано или поздно задумайтесь о самом важном это внешнее отображение вашего сайта другими словами шаблоны на просторах рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном тот который вы скачаете крайне желательно качать шаблоны с неизвестных источников я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику все шаблоны чистые без ссылок и вредоносного кода гарантирую в сто процентов все шаблоны были скачаны мной лично напрямую у разработчиков я все упаковал в один архив каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона так чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то что вам понравилось все это я сделал для удобства итак как получить все шаблоны целиком да очень просто шаблоны я отправлю на ваш email адрес просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку и через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо ссылкой на закачку архива с шаблонами желаю вам творческих успехов с уважением федор васильев